В этом году между Республикой Кореи и Кыргызской Республикой отмечается 30-летие установления дипломатических отношений. В большей степени результаты этой дипломатии являются наши мигранты, которые проживают на территории Кореи. Из мигрантов в основном у нас это трудовые мигранты, студенты, представители мультикультурных семей, бизнес-сообщества. И у них у каждого есть свои проблемы, о которых нужно говорить, но в настоящий момент насущная проблема это трудовые мигранты, которые приезжают на сезонные работы. К большому сожалению они убегают с рабочих мест и не поддаются ни под какие условия, то что нельзя сбегать, нужно возвращаться обратно в Кыргызстан, чтобы следующая группа тоже приехала на следующий год. Но в связи с тем, что они убегают, то Республика Корея абсолютно ставит абсолютно ультиматум, что если сбежали, то больше никто из вас не приедет. И поэтому это... Кыргызстанцы едут туда учиться, на сезонную работу? Едут на сезонную работу. А время приходят уезжать и они избегают просто... Совершенно верно, совершенно верно, да, они убегают. И это создает большие проблемы не только мигрантам трудовым, но и студентам, и людям, которые бы хотели получить лечение в Корее по краткосрочным визам, потому что посольство начинает тщательнее проверять документы. Если раньше занимало это две недели рассмотрения документов и выдачи визы, сейчас это месяц-полтора месяца. И граждане должны понимать, что нельзя сбегать. Ну а вся ответственность лежит на Айлок-Мэту и на Министерстве труда. Почему? Потому что они не проводят разъяснительные работы, они не проводят никакие мероприятия, чтобы предотвратить сбегание наших граждан. Потому что между ними, значит, делаются эти меморандумы, то есть между муниципалитетом Корейского района с Кыргызским. И они берут на себя ту ответственность, что они должны противодействовать тому, чтобы их граждане...